Люба дорого посмотреть. Это, наверное, самый крутой детский сад, который я вообще видел. Я карлик. Не каждый комплекс может похвастаться вот таким классным продуманным двором. Но по мне это реальная жесть. Пизеодически насыпали. Конечно, здесь огромное количество людей. Плитки не хватило, видите. И вот что мне здесь нравится, друзья. Вот это барьерная среда. Закатываем коляску с ребенком, потом это снова в конструкцию собираем. Тут вообще вопросов нет. И что будет через какое-то время с этим фасадом? Приобрели бы вы здесь квартиру? Или бы не приобрели? А если бы не приобрели бы или приобрели бы, то почему бы приобрели бы? Друзья, добрый день. Я Андрей Артемов. Мы с вами находимся в Приморском районе Санкт-Петербурга у жилого комплекса Ультра-Сити. На территории комплекса уже работает муниципальный детский садик. Но согласно официальной информации, места есть лишь для коротковременного пребывания. Во второй очереди появится еще один детский садик на 150 мест. И он отчасти решит проблему с местами в садах. Также во второй очереди появится новая современная школа. Квартиры в комплексе представлены от студий до четырехкомнатных квартир. Квартиры от 2 миллионов 200 тысяч рублей. Стоимость однокомнатной квартиры стартует от 7 миллионов 400 тысяч рублей. Квартиры застройщик передают в белой отделке. Машина-место можно приобрести от 320 тысяч рублей. Что по нынешним ценам, я считаю, достаточно приемлемым. Для меня квартирография – это показатель качества жизни в комплексе. Квартирография показывает, сколько квартир будет в количественном и процентном соотношении с разным количеством жилых комнат. Согласно данных из проектных деклараций, однокомнатные квартиры и студии займут 58% от общего числа квартир. Двухкомнатные квартиры – 28% и 14% придется на трех и четырехкомнатные квартиры. Из опыта скажу, что квартирография никакая и не делает комфортным проживанием в этом комплексе. Дома построены по монолитной технологии на свайном фундаменте. Из фотоотчета застройщиков видно, что оголовки свай разбили, а арматуру связали с монолитным полем. Также отмечу сборную вентиляцию. Такую вентиляцию применяют во многих проектах, даже в элитных новостройках. У данного типа вентиляции есть, конечно, и недостатки. Первый – это звукоизоляция. Второй – это когда температура в квартире равняется с температурой на улице. Вентиляция просто перестает работать. Чтобы увеличить тягу вентиляции в летний период, на кровле устанавливают специальный дефлектор. Дефлектор улавливает ветер и рассекает его на несколько воздушных потоков с разной скоростью. За счет этого перепад давления вентиляции увеличивается, и отработанный воздух быстрее выходит на улицу. Но это не решает вопрос вентиляции на 100%. В своем шоуруме застройщик рекламирует шумуализационную подложку и плавающую стяжку. Вот здесь особое внимание, вот этот приятный момент, который есть точно не у всех, друзья. Что это такое? Это у нас монолит, ну то есть это перекрытие. Дальше у нас идет вот такая вот мембрана, и на нее уже укладывается стяжка пола. Так вот, такая подложка монтируется в 99% строящихся комплексов. И, к сожалению, от шума она не спасает. А плавающая подложка есть во всех 100% комплексов. Строящиеся корпуса, согласно проектных деклараций застройщика, сдадут во втором квартале 2023 года, а ключи передадут до 30 ноября 2023 года. После того, как вы принимаете свою квартиру, на нее действует пятилетняя гарантия на весь конструктив и трехлетняя гарантия на инженерные системы. Это минимальный гарантийный срок, который прописан в федеральном законе. Я не знаю ни одного застройщика, который бы давал гарантию на свои дома больше указанного периода в законе. Я проверил застройщика по картотеке арбитражных дел, и исков к нему о банкротстве нет. 23 года компания «Северный город» строит красивые и качественные дома в срок. И делаем мы это, используя современные технологии. Инструмент, о котором мы хотим рассказать, позволяет нам строить быстро и хорошо. Это система сквозного контроля качества. В Приморском районном суде рассматриваются иски жителей этого комплекса застройщику до сих пор. Из решения суда видно, что один из собственников жилого комплекса «Ультра-Сити» жалуется на некачественные окна в его новой двухкомнатной квартире. Эксперт в своем заключении говорит о несоответствии окон. Застройщик все отрицает, но в итоге меняет все окна полностью. А вот неустойку не хочет платить – обжалует решение суда. А вот еще одно решение суда. Зачитаю выдержку из него для вас. Как следует из заключения специалиста, представленного ИСЦОМ, на основании анализа предоставленных материалов и проведенного исследования, эксперт установил, что причиной протечек светопрозрачных конструкций балконов является некачественная сборка фасадного остекления, «Монтаж светопрозрачных конструкций выполнен с нарушением технологии монтажа данных конструкций и не соответствует требованиям ГОСТа». В Магаданском городском суде есть решение суда, вступившее в законную силу, о нарушении сроков передачи дольщику его к новой квартире. Да и решение судов застройщик добровольно не исполняет, поэтому его клиенты идут к судебным приставам для того, чтобы восстановить свои нарушенные законные права. Каждому объекту выдаются техусловия для присоединения к сетям, которые имеют свой период действия. Без подключенных ресурсов дом нельзя сдать согласно нашему закону. Согласно проектной декларации застройщика, техусловия на теплоснабжение закончатся 28 сентября 2022 года. На холодное водоснабжение и водоотведение техусловия закончились 29 июня 2020 года. Напомню, что согласно всех тех же проектных деклараций застройщика, дома должны сдать до 30 июня 2023 года. Друзья, проверяйте новостройки перед покупкой. Для вас я сделал бесплатный ресурс для их проверки. Заходите на andreyartemov.ru и проверяйте. А здесь уже пошла ржавчина. Не так давно сдан уже комплекс, а покрытие для автомобилей с дороги уже полностью стесалось до бетона. И вот он, видите, тоже здесь немножко выеден, друзья. Вот поэтому мне не очень нравится вентфасад. Обратите внимание, друзья, как его здесь закрепили. То есть где-то держится крепко, а где-то не очень. И что будет через какое-то время с этим фасадом, бог его знает. На первых этажах расположена коммерция. Это достаточно у дома то, что ты вышел из комплекса, и все, у тебя в шаговой доступности. Зеленая трава, кустарник, припаркованный автотранспорт. Вот такие декоративные красивые элементы, скамейки. Класс энергоэффективности С. А с этой стороны уже класс энергоэффективности Б. Входная группа в уровень с землей. Большие окна, большое количество стеклений, двери алюминиевые. Достаточно приятно. Здесь у нас есть тамбур. И лежит просто один большой коврик заподлицо. Здесь у нас второй коврик. Здесь мог бы быть, наверное, консьерж. Есть где посидеть. Здесь, слушайте, высокое помещение, достаточно просторное, большой грузопассажирский лифт. И здесь, друзья, обращаюсь, что достаточно широкое расстояние. То сюда спокойно пройдешь без всяких проблем и с коляской, с ребенком, и если нужно, затащить будет и пианино. Обратите внимание, что за вот этими шкафами, которые выкрашены в цвет застройщика, они оставлены, как обычно, белыми или серыми, должны находиться пожарные рукава. А наверху у нас расположена грильяда. Это очень хорошее решение. И смотрится, по мне, она достаточно классно. Ну и, соответственно, название комплекса Ультра Сити. Обратите внимание, как на первом этаже сделана граждающая конструкция. А ну, знаете, вот порчень, такое ощущение, что он висит. Каленое двойное стекло, достаточно держится крепко и красивый широкий лестничный марш. Вызываем лифт. Здесь есть указатель. Это у нас ОТИС ГЕН-2. И поднимаемся на высший этаж. Ну, из минусов, конечно, что он расположен вот так. Если бы он был расположен вот так, то длинномерные предметы было бы удобнее в него загружать. Но зато лифт чистый, красивая отделка, все хорошо отмыто, красота. Можно было вот здесь, к примеру, подняться по ступеням. Мы специально проехали для того, чтобы проверить, если у вас есть дети, есть коляска, как вообще сюда пройти. Здесь мы тоже видим достаточно просторный холл. Вот эти уже ящики. Здесь они уже белого цвета, смотрятся хорошо. Не хватает здесь только, кто ответственный за пожарную безопасность. Ну, и, соответственно, здесь должен быть ключик. Что, если что, случится, чтобы его открыли. Ну, вот здесь мы видим, что-то у нас управляющая компания делала. А, все, да, просто его забыли за хлопник, потому что он на магнитиках. Большие световые проемы, здесь светло, хорошо, аналогично. Видите, здесь есть также тамбур и выход во двор посмотрим чуть позже. Так, это офис нам не нужен. Значит, сюда пойдем. Мы находимся, друзья, во дворе. Он, соответственно, чуть выше, то есть получается уровень второго этажа. Обратите внимание, какие красивые клумбы, различные какие-то растения, кустарник, кусты сирени, велопарковка, красивый кирпич. И здесь внутри, например, сам фасад, цвет фасада мне больше нравится, чем он здесь есть снаружи. Детский садик. Детский садик действительно очень смотрится круто. И если не знаешь, что это детский сад, ну, подумаешь, наверное, какой-то офисный, там, мини-бизнес-центр или, там, не знаю, ресторан какой-то, ну, точно не детский сад. Застройщик здесь постарался классно. Обратите внимание, что на саму стенку, на кирпич, как классно все подобрано, практически одинаковое расстояние между ними, все четко зачеканено. Красавцы. Вот тут вообще вопросов нет. Очень внутри все смотрится красиво. Нормальный забор, обратите внимание, что накрашен черный цвет, он такой, знаете, ну, видно, что он такой мощный, красивый. Здесь есть скамейки для отдыха, вот есть такой фруктовый сад. Ну, не каждый застройщик может сделать вот такой нормальный проект. Вот набивное покрытие, а его делают для того, чтобы быть, знаете, ближе к природе, для того, чтобы не ходить по асфальту, по плитке, а идешь, как будто, знаете, у себя там в частном доме по лужайке. Вот мы с вами здесь прогуливаемся. Сегодня, к сожалению, в Питере прохладно. Не ощутить всей этой красоты, но вот только посмотрите, какая красота. Как приятно идти, когда здесь высокие, большие, плодовитые деревья, поют птички, зеленая травка и красивый фасад. Вы знаете, здесь ты вот действительно находишься такой в своем мерке. И отсюда даже, мне кажется, уходить-то особо не хочется на какие-то другие площадки, потому что здесь есть все для жизни. Ну, давайте поднимемся и посмотрим как раз детскую площадку и что еще там сделал застройщик. Вот у нас, обратите внимание, выход из паркинга, как он красиво смотрится. То есть, ну, застройщик молодец здесь взял, просто и постарался сделать, чтобы это было красиво, чтобы людям это нравилось. Чтобы не было стыдно привезти друзей и показать, что вот у нас есть паркинг. Потому что, знаете, как правило, бывают входные группы в паркинг делают такие, чтобы лучше вообще бы его не было. Здесь мы видим современную систему доступа КАМ-БИ-5. Плитка, ограждение, ну, на первый взгляд, все чисто и красиво. Вместо асфальта на пешеходных зонах здесь бордюр, смотрится он красиво. Если бы еще его застройщик сделал разноцветным, было бы еще круче. Ну, тут обратите внимание, что разделены группы здесь вот для самых маленьких. Вот входная группа, как выглядит. Все в уровень с землей, это очень здорово, это очень удобно и практично. Все зелененькое, красивенькое. Аналогично скамейки для отдыха. Все, знаете, в одном таком стиле сделано. Приятно посмотреть. Еще одна детская площадка здесь для детей постарше. Резиновое покрытие, травмобезопасное. Вот здесь, видите, сделали такую скамейку, где могут родители посидеть в цветах сирени и наблюдать за своими детьми. Ну, смотрится действительно внутри двор очень классно. Таких проектов, ну, можно посчитать по пальцам, где так делают. Вот сейчас мы видим, как сотрудник управляющей компании пропалывает, чтобы лучше, видно, росли цветы. Здесь у нас уже качели. Ну, вот детского оборудования, оно, конечно, есть, но не так-то много. Не знаю, вот хватает этого всего детворя, который здесь живет, либо нет. Видно, да, что нормально его используют. То есть, видно, вот, ногами тормозят оборудование, кстати. Наш двор нашего производства, отечественного. Правила эксплуатации, велосипеды. Так, сейчас пройдем. Ливневочка. Ну, и здесь выход, соответственно, на улицу. Комендантский проспект, 60, корпус 3, классно для эффективности Б. Еще из нюансов, для того, чтобы зайти сюда в тамбур, тебе ничего не нужно. Ты просто открыл дверь, зашел. И когда на улице холодно или жарко, вот это очень здорово сделано. Хорошо, что об этом подумал застройщик. Ты вот сюда просто прошел, а здесь уже есть система допуска. Здесь мы видим номер парадный, этажность и, соответственно, какая нужна квартира. К примеру, 310-я квартира. Это у нас, друзья, 11-й этаж. Заходим, лифтовой холл. Здравствуйте. Ох, как картошечкой вкусно пахнет. Встречают нас почтовые ящики. Почтовые ящики окрашены такой глянцевой краской. Есть трехмерные цифры, смотрятся хорошо. Здесь у нас часы, логотип жилого комплекса, какая парадная. Это все нормально, есть везде указатель. Проекты все делаются с большой любовью. Для того, чтобы гордиться тем, что мы делаем, мы должны делать выдающиеся продукты. RBI – это компания-друг для сотрудников, клиентов и партнеров. Подумайте, насколько это мощный месседж. Если обратиться к нашей миссии, то она звучит так, что мы преобразуем среду, чтобы мир стал гармоничнее и люди счастливее. Ну вот первое, да, что вот эта система, конечно, почему-то они везде пишут безбарьерная среда, но вот это барьерная среда. Но вижу, что горит свет, понимаю, что вот это один из единственных комплексов, где это все работает. Оставлять подъемник для колясок открытым опасно. Ну а для колясок есть, друзья, вот такая система. И, блин, ну вот это реально по мне жесть. Вот смотрите, как это должно работать. То есть мы вот так уберем и раскладываем, закатываем коляску с ребенком, потом это снова в конструкцию собираем. И, соответственно, дальше идем в свою квартиру. Вот, друзья, знаете, она достаточно такая, ну, увесистая, и не каждая мама сможет ее разложить. Ультра-сити. Ну, обратите внимание, да, что здесь огромное количество квартир. Девятиэтажный дом. Информация от управляющей компании. Небольшой стенд. Слушайте, сделано все очень приятно. Все по одному листу. То есть, знаете, нет такого, что вот, как, например, у меня там управляйка в один лоток этот засовывает по сто бумажек, они уже все вот так свисают, и никому не до этого дела. На потолке мы также видим грильяду, мы видим камеры. Ну и для того, чтобы подняться на вот условный первый этаж, нужно пройтись по ступеням. Здесь видно, что окрашенная достаточно некачественно, вернее, некачественно подготовили поверхность, поэтому так и произошло. Здесь интересное решение. Здесь, видите, стоит вот такое забрало, соответственно, вообще не видно, кто там. Но если к тебе кто-то идет, нужно просто посмотреть. Две квартиры, убитый ящик для счетчиков, зачем-то его так смяли, и вот на такой замок повесили, это, конечно, трындец. Ну и, соответственно, здесь, если обратить внимание, дверные звонки, конечно, оставляют, по мне, желать лучшего. Двери смотрятся просто, но со вкусом. Два замка, ручка, глазок, в принципе, все, что нужно. Здесь мы видим забрало для дымоудаления, и видно, что, когда его монтировали, не постарались. Есть щель, это вот она видна. Здесь могли бы хотя бы герметиком пройтись, но, видно, не судьба. О, здесь открыто. И здесь есть рукава для пожаротушения. Смотрим на зуммер. О, есть. Значит, должен работать. Странно, что не закрыто, не опечатано, как это положено. Видно, у них давно проверки не было. Здесь, кстати, обратите внимание, что вот такая небольшая надпись, ее сразу даже можно не заметить. Здесь у нас есть нумерация, какие есть квартиры. Если какая-то нужна, то заходишь и смотришь. Все сделано в одном стиле. Достаточно широкий коридор. Ну, из-за ширины двери, то есть, когда будут открывать дверь, если вы идете с коляской, то вас могут задеть. Давайте мы с вами измерим ширину коридора. Полтора метра. Ну, это больше, чем требует норматив, но при этом могли бы сделать еще его чуть шире для комфорта. Ну, с другой стороны, здесь не так много квартир, и вполне возможно, этого достаточно. Наверху мы видим потолок Армстрома. Смотрится. Он здесь из недорогих, но сделан аккуратно, не считая некоторых мест, которые, я так понимаю, уже управляющая компания переделывала. И даже вот здесь, вы видите, дополнительный выход во двор. Все чисто, аккуратно, белые стены. И вот что мне здесь нравится, друзья, они просто обычные, ровные, классические стены. И поэтому смотрится это намного лучше, нежели, чем это было бы, знаете, когда делают стены фактурные. Ну, например, лично это мне нравится. Вот здесь, сделали вот такую расширку в избежании трещин. От застройщика есть доводчики. Люди делают ремонты достаточно сильно. Ну, вот обратите внимание. Соответственно, вот это вот так закрывается. Почему? Есть вот этот треугольный ключ, почему он не пользуется, непонятно. Вот такие замки, по мне, это просто вот убожественное творение либо застройщика, либо управляющей компанией. Вот видите, да, какая большая разница. Здесь забрало, то есть тебе нужно выглянуть. Вот, например, можно закрыть на ключ, да, для безопасности. Но когда ты выходишь, то ты просто не видишь, кто есть за дверью. А здесь вот сразу стекло, хоть оно и узкое, но ты зато сразу видишь, кто есть там и кто, соответственно, и здесь. Помещение для инвентаря, тоже достаточно все неплохо. Но давайте с вами вернемся к холлу и поднимемся на лифте на последний этаж. Грузопассажирский лифт. Едем на 19 этаж. Сильно гудит вентилятор. Похоже, мокорчик нужно смазать. С регенерацией электроэнергии до 70% экономит электричество. И обратите внимание на саму отделку лифта. Я очень часто, знаете, говорю, что когда заходишь в лифт, такое ощущение, что ты в вагончике. Вот здесь застройщик оделся с красивыми панелями и смотрится неплохо. Это обычный пассажирский лифт. И здесь вот повесили. Пока едешь, можно почитать информацию от управляющей компании. Мобильные приложения, по оплате. И вот куча-куча нужного и ненужного. Выходим, 19 этаж. И вот здесь, друзья, начинается самое интересное. То есть здесь он получается такой, знаете, здесь уже, а здесь он чуть шире. Конечно, когда ты делаешь ремонт, вытаскивать длинномерные предметы неудобнее. Поэтому вот эта стенка вся рассорапана. И я полагаю, такое будет на большинство этажей этого жилого комплекса. И здесь уже все проще. Просто окрасили, просто по трифарету оставили цифры. Вот видите, что-то вытаскивали, вот они долбанули. Ну, а потому что по-другому не вытащить. Очень небольшое расстояние. Здесь двухметровое что-то, уже возникает какие-то с этим вопросы. Выход на переходной балкон зайдем чуть позже. Давайте зайдем в межквартирный коридор. Видим квартиры 390, 399. То есть 9 квартир на этаже. Ну, в принципе, нормально. Здесь он идет вот таким, видите, полукругом. И все то же самое, в принципе, что мы с вами видели и на условном первом этаже. Ну, вот видно уже, дверь люди решили себе поменять. Вот по мне, кстати, двери от застройщика смотрятся прилично. Матовые серенькие трехмерные цифры. Здесь вот все хорошо. Ну, смотри, так как здесь больше нечего, выходим с вами на переходной балкон. Здесь у нас антивандальное стекло. Здесь мы видим, что дополнительно установлен уплотнитель. Потому что вот этот, видите, в чем проблема, что он получается практически заподлицо. То есть он видно из-за того, что плохо или прижимал, или идет свист воздуха. Вот видите, да. Поэтому люди дополнительно наклеили. Сам переходной балкон, ограждающие конструкции. Сверху мы можем посмотреть на детский сад, на беседки. То есть, видите, он небольшой всего лишь детский сад. У нас получается там раз-два, наверное, четыре группы по ощущениям. Так, сейчас камеру вот так возьмем. Вот здесь сверху, смотрите, как застройщик сделал красиво. Здесь еще горки различные. Слушайте, ну, достаточно прилично. То есть не каждый, к сожалению, проект может похвастаться таким внутренним убранством этого двора. Фасад. Мокрый фасад. На бетон приклеили утеплители, заштукатурили, окрасили. Ну, из-за этого, соответственно, у них высокие энергопоказатели. Как раз вот за счет этого фасада. А если обратить внимание на подоконник, мы видим, что установлены вот эти все углы прошли герметиком, для того, чтобы туда не попадала влага. Но, как мы уже с вами выяснили из решений суда, вступивших в законы силы, не все так хорошо, как с окнами из комнат, так и с окон из вот этих лоджий. К сожалению. Здесь нормальный переходной балкон, все чисто. Есть отверстия для водостока, но они уже загрязнились. Управляющая компания не мешала бы нормально обслуживать дома и их почистить. Ну, если посмотреть внимательно на сам фасад, то вот именно вот внутри, он, знаете, вот такой цвета намного спокойнее, то есть они приятнее. Если снаружи это вырви глаз, как и в соседних комплексах, ну, то здесь это все внутри сделано намного лучше. Здесь, я понимаю, будет в дальнейшем дорога. Вот видно уже что-то начинает делать. Есть такие лесополоса. Ну, все. А, кстати, еще чуть было не забыл. Обратите внимание, вот это, видите, спуски в подземный паркинг. И также сверху стоят и вентиляторы для дымоудаления. И, соответственно, вот эта сама будка сделана все неплохо. Вот если бы они еще вентиляторы бы также бы закрыли бы каким-то, не знаю, там, типа по дереву, под цвет кирпичом сделали, ну, смотрелось бы еще бы лучше, чем это есть. Потому что снизу ты голову не поднимаешь, а сверху они, ну, бросаются в глаза, так ощущение, что, не знаю, там, трубы какие-то торчат. Ну, двор сами, да, оцените. По мне здесь небольшое количество различных предметов для детей. Там, как та же спортплощадка, то есть такой, знаете, минимум поставили. Но расположено все красиво, реально красиво. Не знаю, практично ли это, но на первый взгляд все очень смотрится красиво. Ну, что, идемте смотреть, что с лестничными маршами. Здесь у нас антивандальное стекло. Двери металлические, окрашенные в черный цвет, смотрятся красиво. Указатель здесь у нас обычной этажности по трафарету. Так, могли бы чуть больше краски и не было бы вот таких пробелов. Здесь мы видим стройматериал. Вот какие перегородки, 8 сантиметров, блоков. Выход у нас на кровлю. Здесь, соответственно, вот такая металлическая лестница. При этом часто я вижу такую же лестницу, делают другие застройщики, но она чуть туже и обычно она просто вся убита. Здесь с этим все в порядке. Ну, есть даже ступенька для удобства. Ух ты, закрыто, красавчики. Ну и ничего не просвечивается. Это тоже, я считаю, плюс. Спустимся ниже. Здесь уже плитки не хватило, видите. Здесь такая шуба на гипсокартоне, за ней утеплитель. Лестничные марши. Ну, практически все отмыто. Из обычной трубы сделали ограждающие конструкцию. Но обратите внимание, как оно красиво смотрится за счет цвета, и за счет толщины, и за счет того, что очень-очень крепко держится. Также обращу внимание, что есть доводчик. Соответственно, ручкой стенки здесь не будут убиты, как это большинство комплексов бывает, где про это просто забыли. Ну и само крепление. Видите, как они все это мощно сделали? То есть не просто, что вот здесь крепится на точке, здесь крепится. А вот идет труба. Она, соответственно, закреплена, я так понимаю, к лестничному маршу и обеспечивает жесткость. Опустились у нас, получается, 17 этаж. Ну, здесь все то же самое. Давайте выйдем вниз и пройдем. Вот, видите, из ленты приперли тележку. Красавцы, а вот здесь разный материал, слышите? Тут бетон либо какой-то камень. А здесь уже другой материал. И именно у дешев пошла вот такая нехорошая трещина. Уважаемые жильцы, 17 этажа второго подъезда. Пока есть гарантия, пишите в управляющую компанию, застройщику, пусть приходят и устраняют за свой счет. Здесь мы видим аналогичную ситуацию. Здесь уже, здесь шире. Пассажирский грузопассажирский лифт. А здесь мы видим, что у нас есть указатель, на каком этаже находится лифт. Не каждый комплекс может этим похвастаться. Вызываем. Вот видите, все вот таскает. И все вот это из-за того, что здесь мало места. Было бы здесь в половину больше места, вот этого всего бы было просто в разы бы меньше. В разы меньше, друзья. Спустились на второй этаж. В уровень как раз двора. Вот у нас пассажирский лифт и грузопассажирский. Для того, чтобы вызвать грузопассажирский лифт, нужно нажать кнопку и подержать. Сейчас проверим. Не, не работает, друзья. Вот непонятно, как вызвать грузопассажирский лифт. Вот сейчас он поедет, я его вызову, хочу посмотреть этот лифт. Грузопассажирский лифт. Вот видите, обратите внимание, вот он. Видите, что-то таскают, и либо это уже так было. Тоже все обшито. Это у нас ДСП обшили. Слушайте, молодцы, красавцы. Вот приятно заходить в этот лифт. Не как это происходит обычно, заходишь, такое ощущение, что это строительный вагончик. Ну и здесь, конечно, сам тамбур. Смотрите, какое большое количество стекли. То есть все видно. Весь двор как на ладони. До ближайшей станции Комендантский проспект от комплекса примерно 4 километра. На общественном транспорте ехать без пробок 25 минут. Ну, с пробками, соответственно, чуть более. Ну, а машине в два раза быстрее. А сейчас мы с вами находимся в доме прямоугольной формы. И внимательно рассмотрим его. Входная группа практически в уровень земли. Там всего лишь одна ступенька. Но это, в принципе, не проблема. Система современного допуска. Можно подключить к мобильному телефону. Раз тамбур, два тамбур. Алюминиевые двери. И самое основное. Это только зашли и упираемся. Вот такой лестничный марш. С суперконструкции. Вот у вас есть ребенок. Вам нужно с коляской сюда зайти. Как сюда зайти с коляской? Только на руках ее тащить. Вот безграмотное решение, я считаю. Аналогичные почтовые ящики. Названия комплекса, грильяда, часы. Сейчас у нас 13 часов 10 минут. Ну, практически верно все показывают. Освещение. Ну, тут видим, что что-то таскают, потому что уже побито. Служебное помещение для маломобильных групп населения. Ну, вот доступная среда, как говорится. Сами сделайте свою оценку. Здесь красивая ограждающая конструкция. Смотрится дорого, богато. Лестничный марш. Так как у нас здесь высотка. Здесь у нас 4 лифта. 2 груза пассажирских. Да? Да. И 2 у нас получается пассажирских. При этом обратите внимание, что напротив пассажирского груза пассажирский лифт. И, соответственно, наоборот. Также видим указатели. Здесь у нас есть квартиры. Ох ты! Здесь широчайший коридор. Ну, а мы с вами по привычке поднимемся на самый верх. Груза пассажирский лифт. Ну, вот видите, он тоже вот так стоит. 26 этаж. Аналогичный ОТИС с режимом регенерации информации. Засмотрелся вот сюда. Регенерация, соответственно, энергии. Все верно, да, друзья. Ну, здесь нормально, все хорошо, приятно здесь находиться. Ну, вот второй лифт, видим какие-то царапины. То есть, они, похоже, брак купили, чтобы было дешевле и зашили. Вот на улице 18 градусов. Достаточно прохладно. А в лифте, знаете, душновато. То есть, что-то здесь как-то вентиляция не очень хорошо работает. 26 этаж. Выходим. Здесь вот у нас вот такие тоже цифры по трафарету. Квартиры здесь. Выход здесь. И квартиры тоже здесь. Но по мне, конечно, вот это надо было как-то либо чуть ниже это делать, и чтобы это было лучше видно, потому что можно сразу не заметить. Но обратите внимание, нужна 214 квартира. Понятно, куда идти. Есть стекло. Открываем дверь. Всего лишь 4 квартиры. Это приятно. Все чисто. Здесь намного больше расстояния. Все шире. И здесь опломбировано. А кто ответственный за пожарную безопасность, непонятно. Либо это внутри, либо, соответственно, этого просто нет. Ну и ключей, конечно, нет. Ох, за это МЧС штрафует. Идем на эту сторону, где написан выход. И здесь, соответственно, да, вот он у нас. Видите, так как выход, это у нас на переходной балкон. Давайте тоже покажу. Две квартиры здесь. Одна здесь. Всего лишь три квартиры. Двери аналогичные, как мы видели. Из дверей. Плюс, что широкое полотно, на вскидку, это метр, даже, возможно, больше. Ну, вот видите, тоже вот такие элементы. Видно, залазили, плитку обломали. А не судьба поставить новую. Здесь мы видим забрало. Видите, здесь они уже старались чуть лучше. Все это сделать и окрашено в цвет стены. Но вот здесь разный материал. И вот она аналогичная трещина. Это говорит о том, что просто застройщик, когда это все возводил, пренебрег технологии. И из-за этого пошла эта трещина. Значит, вы понимаете, вот это монолитное перекрытие. Сверху тоже монолитные стены. Вот здесь всего лишь 2,70, наверное. Кстати, давайте мы с вами сразу измерим высоту потолка вот здесь. Но она должна, соответственно, примерно такая же будет. Или аналогичная. Вот видите, 2,52. Надеюсь, квартира чуть больше. В коридоре, что меньше. Ну вот, соответственно, вот эти все моменты. Здесь нужно обращаться по гарантии к застройщику. Для того, чтобы они устраняли, пока еще есть гарантия. Чтобы не торчали трубы, зашили коробом. Находится сверху. Выходим, у нас здесь тоже предбаник небольшой. И ждет нас переходной балкон. Здесь он короче и шире. Такой достаточно просторный. Ограждающий конструкции. Вот такое матовое стекло смоется прикольно. Так как он высокий, обратите внимание, что здесь аж видна кровля. По кровле, кстати, на первый взгляд, все, видите, чисто. Нигде нет никакого строительного. Я мусор не вижу. Какой-то грязи, отвалившейся штукатурки. Отсюда сверху, конечно, здорово видны комплексы, которые находятся здесь по соседству. Чистое небо обзор есть на канале. Ссылку оставлю, чтобы могли посмотреть, сравнить. Но, конечно, по сравнению с чистым небом, ну, например, фасад этого ультра-сити мне больше нравится. И дворовая территория, потому что чистое небо, он все-таки, значит, сказать бы эконом-класс, да, вот это можно уже, наверное, назвать комфортом. Ну, вот тоже, да, один из комплексов, жители его называют винегрет, и часто жаловались, ну, в прошлом году еще жаловались на как раз, что в квартирах холодно, идет промерзание. Это, возможно, связано с тем, что некачественно уложили утеплитель за винтфасадом. Я, когда внимательно смотрел фотоотчеты застройщика, также обратил внимание, что в некоторых местах видно, что плиты между собой имеют расстояние. Ну, вот здесь мы видим качество, да, как утеплитель между собой имеет между стыками щели. И это только часть того, что мы видим. Понимаю, что такие же есть моменты и на других частях фасада. И это нарушение технологий, потому что базальтовые плиты, они должны быть между собой очень плотно, то не должно быть никаких щелей, потому что каждая щель, это будет мостик холода, это будет пропускать мороз, и где-то у вас, возможно, будет холодно. Поэтому, конечно, когда приобретаешь квартиру, получаешь ключи, к примеру, в холодный период времени, тепловизионный осмотр можно делать, когда температура за бортом до минус 5 градусов, если я не ошибаюсь, если ошибаюсь, друзья, поправьте. Ну и, соответственно, если вы уже приняли квартиру, например, осенью или летом, когда это было тепло, то вы всегда вправе нанять такую организацию, их очень много, этих организаций, это не так дорого стоит, они к вам придут, посмотрят и скажут, соответствует этому нормативу, либо не соответствует. Если не соответствует, обращайтесь за строчку, и пусть по гарантии он все, друзья, устраняет. Кстати, здесь тоже мы видим ограничитель двери, мы также видим сетку, забитую мусором управляющей компанией, нужно обращать вот на такие элементы. Тоже внимание, что нужно дренаж чистить. Здесь он тоже есть, поэтому понимаешь, что когда идут обильные дожди, здесь, по идее, не должно быть осадков, а если была бы здесь влага, то мы бы это видели вот здесь, этого, друзья, не видно, что меня очень радует. Ну, здесь, если обратить внимание, огромное количество новостроек, совсем разные цены, разные, соответственно, качества, и выбирать, конечно, вам нужно именно то, что нравится вам. Но в этот бюджет можно приобрести и другие. Мне, например, нравится малоэтажное строительство. Высотки, конечно, это все здорово, да, ну, вот я смотрю, например, на вид, ну, что тут дома, 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 там проспекты, там тротуары, там недоделанные дороги, все, тут больше ничего нет. Да, хороший район, я, например, считаю, что Приморский район чересчур они сильно застроили, высотный регламент здесь какой-то, вообще его похоже нет, потому что кто, на что город строит. Ну, видите, выше тоже там 25-29 этажей, ну, там строить достаточно дорого, потому что коммуникация очень дорого стоит, система для пожаротушения их там дорогущая, поэтому застройщикам невыгодно, и они вот доходят до какого-то определенного этажа. За счет вот такой застройки, достаточно плотной, я скажу, за счет того, что высотные дома, конечно, здесь огромное количество людей. Я, например, с детства не люблю шумные вечеринки, там какие-то сборища, я больше не нравится уединение, вообще там жить в лесу, чтобы рядом практически никого не было, это, наверное, вот мой, то, что нравится мне. У каждого, каждому, соответственно, нравится свое, и здесь люди распокупают, ну, соответственно, я понимаю, что нравится. На вторичном рынке здесь продается не только в этом доме, вообще в округе достаточное количество квартир, потому что кто-то покупал для того, чтобы потом продать, кому-то что-то не понравилось, кто-то захотел более там уединения, других территорий и всего остального. Но зато, обратите внимание, друзья, комплекса в том, что у него действительно закрытая территория, территория действительно приятная, на первых этажах уже есть все, что вам необходимо, если нет здесь, то есть вот все там через дорогу, в соседних домах, здесь огромное количество коммерции. Ну, соответственно, для того, чтобы купить хлеб или молоко, вам не нужно садиться в автомобиль или пешком, там, кто под пять километров, вы вышли из дома пару минут, и вы, соответственно, все приобрели. Так, спускаемся вниз и пройдем на другую сторону комплекса. Каждый застройщик, когда возводит и продает, он всегда, естественно, когда хочет продать, он вам рад и вас приветствует. Вот эти, к сожалению, знаете, вот лично для меня судебные решения показывают то, как застройщик действительно относится к клиентам. Есть проблема, она подтверждена вступившим в закон судебным актом, но застройщик добровольно не исполняет. И вот это для меня лично печально. Я не говорю сейчас про RBI, который возвел этот жилой комплекс. Я вообще говорю о всех застройщиков, которые вот так нехорошо, мягко сказать, относятся к своим клиентам. И мне это действительно печально, потому что квартира стоит дорого, недвижимость нам достается не за бесплатно, мы платим свои деньги, берем в ипотеку, переплачиваем, а в итоге получаем не то качество, на которое мы рассчитывали, не те проекты, на которые мы рассчитывали, не то озеленение, на которое мы рассчитывали, не то, что нам рассказывал менеджер застройщика, чтобы нам продать квартиру, а когда, это знаете, как говорится, друг познается в беде. Вот когда у вас что-то случается, вы обращаетесь и понимаете, как ответственно застройщик подходит к решению именно вашего вопроса, который возник из-за его халатности. Идем дальше с вами гулять, смотреть эту территорию. Ну вот смотрите, вроде спуск нормальный, да? Но вот качество металла, обратите внимание, что если бы сделали бы качественным, то ржавчины бы точно не было. При этом, в принципе, сама задумка достаточно классная. Аналогичные ограждающие элементы, черного цвета, все хорошо, но пошла ржавчина здесь так с серьезными местами и внешний вид, конечно, к сожалению, портит этого спуска во двор. Здесь мы видим с вами большие деревья, парковку для автомобилей, лежачие полицейские, чтобы жильцы же здесь и гости комплекса не гоняли. Здесь мы видим набивное покрытие, зеленые зоны, урны, скамейки. Слушайте, ну вот такой, знаете, такой небольшой лес на территории комплекса освещения. Представляю, как здесь достаточно красиво вечером пройтись. Вон, видите, какие-то ступени, то есть, смотрите, как интересно сделал застройщик. Ну, вот сейчас пройдем, все посмотрим. А здесь тоже есть ограждение для того, чтобы можно было подняться не везде. Видите, так очень круто сделали, что не каждый полезет. Высокая трава, ее, конечно, не мешало бы здесь подсеивать управляющей компанией и, соответственно, стричь, чтобы не было, знаете, неухоженного вида. Да, плюс, конечно, деревьев это большой. Вот видите, систему полива управляющая компания вот таким образом организовала. Вот у нас есть такие терраски, на которых можно там посидеть, чем-то позаниматься. Это, кстати, отличное решение для подростков, где они здесь могут самовыражаться и никому не мешать. Ели, березки. Красота. Освещение симпатичное сделано. Такой, знаете, вот такой уют в своем комплексе. Ну, приятно, когда об этом думает застройщик и когда он все это реализует в соответствии с своими рендерами. Они, как обычно, знаете, там рисуют, все в лесу стоит, а в итоге ничего нет. Вон, видите, спортивная площадка, такой мини свой скейт-парк. Можно посидеть, отдохнуть. Впереди мы видим с вами теннисные корты. Вот здесь можно тоже полазать на скейте, на другом виде транспорта. Слушайте, достаточно все неплохо. Еще одна спортивная площадка, баскетбольная. Здесь и в баскетбол, и в футбол, соответственно, можно поиграть. Подъем тоже сделали наверх. Слушайте, смотрится симпатично. Как вам, друзья? Вот тоже один из входов. Зашел, пошел наверх, куда нужно. Здесь у нас просто с вами, видите, перила, поэтому нет никакой ржавчины. Но приятно подниматься по красивому гранитному маршу к своему дому. Еще для меня плюс, что здесь достаточно большое расстояние. Нет, знаете, такого, что дом стоит на доме, и из окон ты смотришь в соседнее окно. Спортивно здесь можно полежать, отдохнуть. Слушайте, молодцы, классно сделали двор. Так, вот это что такое? А это какой-то ноу-хау. Для чего-то канализационную трубу сюда поставили. Не знаю, кто застройщик или уже управляющая компания. Двор красивый. Действительно красивый двор. Ну, кстати, по планировочным решениям и по количеству квартир, вот эти корпуса, по мне, более практичные, потому что основное количество студий, однокомнатный квартет как раз вот в этих полукруглых, да, так их давайте назовем, секциях. Ну, вот как раз вот он, фруктовый сад. Здесь заезжает-выезжает машина, вот видите, сидит кто-то в саду с телефоном. Застройщик, кстати, обещал здесь на территории бесплатный Wi-Fi, но вот что-то здесь бесплатного-то Wi-Fi я не вижу. Вот кто живет в этом комплексе, подскажите, обманул застройщик или нет? Есть все-таки здесь бесплатный Wi-Fi или это был такой маркетинговый ход? Ну, а здесь тоже, видите, можно обратить внимание, что асфальта положили, но при этом как-то вот этот демпфер плохо сделали, и машины ездят, и из-за того, что здесь что-то сделали не так, образовывается, соответственно, вот такая яма. Это не очень, конечно, приятно. Хотелось бы, чтобы, раз есть гарантия, чтобы управляющая компания сама обращалась, но раз она не обращается за столько времени, прошло почти два года, то необходимо людям самим писать, чтобы они пришли и это заделали. Как так-то? Вот тоже, видите, ступени с набивным покрытием сделали, очень красиво смотрится. Красиво смотрится, цвета внутри приятные, клиникерный кирпич смотрится тоже приятно. Есть нюансы, о которых я вам, друзья, рассказал. Вот он выезд, здесь как для пешеходов, так и для автомобилей. И как раз напротив, через Коменданский проспект, застройщик возводит вторую очередь этого жилого комплекса. Ну, здесь можно обратить внимание, что зеленые насаждения еще не сдали, да, а уже, соответственно, с ними что-то произошло. Я не знаю, это болезнь или это из-за того, что соль сюда попадает, вот они так желтеют и выглядят, конечно, не так презентабельно, так, когда они зеленые. Вот видно, газоном как раз сейчас строитель занимается, травку посадили, видно, что только входит, сходит. Здесь, видите, немножко корой засыпали, смотрится поинтереснее, ну, как-то ее так эпизодически насыпали. Ну, дом точно такой же, близнец. На улицу фасад более такой яркий, пестрый, во дворе он такой более спокойный, что я считаю, правильно сделал застройщик. Вот видите, да, наверное, как раз вот на это безрамочное остекление как раз люди и жаловались, на что и получались судебные акты. Въезд в комплекс. Видно, что строительные работы продолжаются. Вот здесь, обратите внимание, какие большие деревья здесь застройщик посадил. Высоченные березки, огромный ему за это респект. Паркинг многоуровневый. И на первом этаже, вот там как раз находится коммерция. Я считаю, достаточно правильное решение, чтобы не просто делать паркинг. Ну, и застройщику также выгодно, потому что коммерция стоит дороже, чем паркинг однозначно. Видите, вот как раз за счет того, что вот расположение-то сидит вот таких два полукруга, и здесь еще два таких прямоугольных дома. За счет этого расстояния достаточно большие. И огромнейший двор получается в комплексе. И расстояния большие. Даже вот здесь, ну, тут, наверное, метров 50, если не больше. То есть вот такого нет, что прямо в окна окна смотришь. Вот то, что уже под землей видно, было утеплено пеноплексом. Вот он, видите. Его совсем немножечко здесь видно. Это тоже плюс. И из фотоотчетов было видно, что там сделана гидроизоляция. Гидроизоляция была сделана обычным праймером. Плиты торговой маркой марки Рукву используют здесь застройщик. Так, а это что у нас тут в палетах? Ого, Копорол! Ого! Я так понимаю, полагаю, это фасадная штукатурка. ЛСР Кирпич. Кстати, многие, обратил внимание, застройщики у компании ЛСР приобретают здоровый материал. Вот видите блоки. Самое основное, это когда... То есть представим, квадрат это ваша квартира. Вот если стены к соседям из бетона, это будет одна звукоизоляция. А если стены из других материалов, как, например, вот этот, пустотелый, то это будет совсем другая звукоизоляция. Потому что бетон, он идет сплошной. Грубо говоря, в камне вырубили квартиры. Вот это можно представить за монолит. То есть это огромное строение целиковое. А вот это все, оно до верха плотно не доходит. Как его там зачеканили, чем его зачеканили. От этого будет сильно зависеть звукоизоляция вашей квартиры. Поэтому, когда приобретаете квартиру, всегда так вы задаваете вопрос, из какого материала сделаны стенки к соседям и на межквартирный коридор. С одной стороны, да, ну что, межквартирный коридор, там не так много шума, практически никто не ходит. Но, друзья, для безопасности лучше, когда двери вмонтируются в бетон, нежели чем какой-нибудь штучный материал. Ну, вот здесь мы видим качество, да, как утеплитель между собой имеет между стыками щели. И это только часть того, что мы видим. Понимаю, что такие же есть моменты и на других частях фасада. Сейчас в центре кадра вы видите новую современную школу. Здесь, видите, уже застройщик сделал чуть дешевле не кирпич, а, соответственно, мокрый фасад. Но считаю, что такое решение для школьников на уровне того, где они могут дотянуться, не очень, потому что кто-нибудь что-нибудь проковыряет, а лучше был бы кирпич. Это все-таки более надежный, современный и долговечный материал. В общем, для того, чтобы родителям с колясками подняться в этот паркинг, смотрите, какой сделал застройщик. Раз, два, три, четыре, пять этажей сделал вот такого подъемника. Ну, по мне, это реальная жесть. Почему не сделать вот такой обычный спуск? Почему это не сделать более плавно? Ну, по мне, вот эта конструкция просто, знаете, из ряда вон. Здесь скамейки для отдыха такие под наклоном, здесь скамейки под наклоном. По мне, как вы знаете, не очень правильное решение, они стоят под наклоном, будет ли это удобно. Вот если бы сделали здесь по горизонтали, мне кажется, так приятнее сидеть, когда ты сидишь ровно прямо, а не тебя в какую-то сторону скатывает. Ну, и, конечно, видите, тоже, да, вот это сдано, это сдано, а здесь строят. И, возможно, вот эта стройка доставляет какие-то определенные хлопоты людям, которые здесь живут. А здесь мы с вами видим, что вот собак разводят, а строители уйдут. Что вы будете делать с этими собаками? Вот это, мне честно говоря, непонятно. Ну, вот совсем недавно сданный комплекс. Обратите внимание, красивая трава, большие деревья, территория ухоженная, входная группа, скамейки есть, заезд в паркинг. Ну, красиво смотрится. Здесь свой небольшой променад. Тоже посмотрите, какие высокие деревья. Ну, к сожалению, не каждый застройщик этому может похвастаться. Кору накидали, смотрится очень уютно. Вот эти мостики, вот здесь посмотрите, что сделал застройщик. То есть, получается, дворы немножко разные. И здесь, знаете, такой богатый еловый аромат. Вот здесь уже брусчатка другая, то есть, она такая подороже. Огромная песочница. Вот смотрите, вот здесь можно пройтись по набивному покрытию. Такое ощущение, что это реально в лесу. Ну, видно, как управляющая компания ухаживает за деревьями. Деревья обычно два года гарантии дают. И раз это еще на гарантии, то необходимо, соответственно, заменять. Так, это у нас прыгалка. Ух ты! Это типа пианино. Прикольно. Необычно. Я такого еще ни у кого не видел. Слушайте, двор сделали здорово. И даже само, вот обратите внимание, то есть, вот они сделали как стяжки, чтобы дереву не навредить. Как сделали ограждающие конструкции. Ну, приятно действительно посмотреть. Здесь я, кстати, смотрел тоже на рендерах застройщиках, как вот это сделано, ну-ка, давайте сядем мы сюда. Слушайте, классно. Я со своим метр семьдесят в прыжке достаю. Виден дом. Здесь играют дети. Слушайте, очень приятная атмосфера. Здесь очень приятно находиться. Не каждый комплекс может похвастаться вот таким классным продуманным двором. Что в первую очередь, что, соответственно, во второй. Бесплатная зона вай-фай. Ну, давайте мы здесь посмотрим. Может быть, это только здесь, а там ее нет. Да, слушайте, работает. Пройти нужно авторизацию. Слушайте, молодцы. Меня обманули. Здесь уже трудились немцы над этой площадкой. Переговорное устройство. Слушайте, очень классно. Дерево, это всегда приятно. Тут дети можно полазать. Мостик. Слушайте, прошел, сразу не заметил. Кривые зеркала. У-у-у-у-у, я карлик. Так. О, здесь два Андрея Артемова. Но это слишком много. О, я тощий и большой. Слушайте, классно сделали. Интересное решение, очень интересное решение. Вот сами друзья, вот у кого есть что-то наподобие, вот такого есть что-то, да, разное, но вот здесь именно для меня здорово, что застройщик позаботился и сделал реально красивый, классный двор. Так, чтобы внутрь не пройти. Ага, это просто переговорный устройство, это просто труба, значит. Но здесь обратите внимание лазалки. Чтобы пройти дальше, то можно вот по такому мосту пройти в соседний двор. Ну, по мне, очень здорово. Детский сад уже, я понимаю, работает. Это тоже большой плюс. Тут еще интересно, что сделать застройщик. Можно подойти с телефоном, посмотреть, сканировать QR-код и посмотреть, что это за растение, что вот это за дерево. Вот здесь видите, тоже прыгалки такие для детей. Сам мостик. Нормальные, нормально сделанные, ограждающие конструкции, держится все крепко. с высоты можно посмотреть на детский сад. Детский сад действительно крутой. Это, наверное, самый крутой детский сад, который я вообще видел. Леруа Мерлен напротив. Спускаемся вниз и здесь просто обратите внимание, огромнейшая песочница для детей. Есть вода, плотина, все, вот это так спускается вниз. Вот она, кстати, призма, через которую нужно смотреть. Слушайте, здесь все круто. Я, наверное, в детстве с вами отсюда просто не вылазил. В МДС вообще такого не было. Очень классно сделать застройщик для детей. И так как закрытая территория, то здесь дети могут, мне кажется, сами играть. Продуктовый магазин, он управляющий компания, стеклянные козырьки моет, велопарковка, красивые цветы и вход в подъезд. Вход в подъезд также с уровнем землевый. Заходим, у нас предбанник, коврик заподлицо лежит, информация на такой большой табличке с логотипом застройщика. Здесь у нас сразу видно название жилого комплекса, какая парадная и какие здесь есть квартиры. Здесь у нас уже почтовые ящики, не глянцевые, а такие, ну вот обычные, простые, с трехмерными цифрами, почти заподлицо. Колясочные. Кстати, колясочные есть в каждом подъезде. Это тоже большой плюс. Здесь еще делают ремонт, поэтому, видите, зашито USB, не знаю, застройщиком либо управляющей компании, все углы, чтобы не убили. Очень красивая, очень дорого смотрится вот такая плитка. Знаете, такое ощущение, что она белая стеклянная плитка. Здесь у нас тоже часы, зеркала, три лифта, два пассажирских, один груза пассажирский. Мы видим, какая парадная. То есть, пришел, какой у тебя 21 этаж, 251 квартира, вот ты все понимаешь. Подсветка, смотрится классно. Единственное, конечно, хотелось бы, чтобы кнопки вызова было у каждого лифта. Вот нажимаем, смотрим, что приедет. Пассажирский лифт. Едем на 24 этаж. Заходите. И вот здесь тоже, друзья, обратите внимание, какая симпатичная отделка этого лифта. Нет ощущения, что ты едешь в обычном строительном вагончике. 24 этаж. Он здесь разговаривает. 24 этаж. О-о-о! А здесь, друзья, уже смотрите, какие трехмерные цифры. Это уже приятнее. Мы видим номерацию квартир, куда выходить. И здесь также квартиры из Леруа Мерлин. Ну, видно, строители делают ремонт, утаскают. Забрало, классно смотрится, практически незаметно. Пройдешь, сразу даже не обратишь внимания. То есть, во второй очереди, видно, они постарались. И здесь из плюсов, что пульт управления лифтами, он утоплен, не торчит, как это обычно, не занимает места. И за счет этого здесь такое ощущение, что, знаете, коридор чуть шире стал у них, чем был. Аналогичные двери, освещение, забрало. Смотрите, как здесь красиво все, герметиком промазали. Красавцы, молодцы. Вот, Люба, дорого посмотреть. Вот это я понимаю, что технологический разрыв они сделали. Здесь у нас должны быть счетчики, так, закрыто. Опломбировано, опечатано. Счетчики современные, двухтарифные, звонки, знаете, ну, такие, за 20 рублей. Рекламщики, это вот, выше, видите, люди, как еще ведутся, плановая диагностика окон. То есть, вы звоните, записывайтесь, что типа диагностика окон, на самом деле, это обычная реклама. Друзья, не ведитесь. У вас есть гарантия от застройщика, если вам нужно что-то продиагностировать, звоните ему. Кстати, непонятно, где переходной балкон. Вот здесь нет выхода. Здесь тоже нет выхода. Вот здесь написано зона безопасности, все, больше ничего нет. Вот здесь мы должны собираться, если происходит чрезвычайная ситуация. Ладно, пойдем посмотрим здесь, может быть здесь есть переходной балкон. Да, вот он. Вот он, переходной балкон, есть тамбур, плитка, и здесь даже плитка. Слушайте, здесь как-то они побогаче сделали. Переходной балкон чуть уже, такой же коротенький. Сверху виден двор, по которому мы с вами гуляли. Двор, конечно, классный. Что-что, а с дворами они молодцы. Друзья, возьмите себе на вооружение. Обратите внимание, для иностранных специалистов, зарубежных, на их языке написали по поводу шумных работ. 5 баллов. Это просто ноу-хау для будущих всех новостроек, которые строят. А вот здесь что-то не так с фасадом в новом сданном доме застройщиком. Даже здесь уже за территорией комплекса, обратите внимание, как красиво сделал озеленение застройщик. Въезд как раз на строительную площадку, строительный городок. Вот она школа, большая, красивая, современная. Да, если посмотреть, знаете, на соседние дворы, то они такие намного такие унылые смотрятся. Большая площадь, все траве, отсутствует нормальное озеленение, имею ввиду деревья, ну, хотя бы скамейки и, соответственно, урны. С высоты соседнего дома видна вся территория, школа. Кстати, не забывайте о том, что у школы тоже есть своя территория и часть дворовой территории как раз будет идти забор. Территория школы. Если вы решили приобрести квартиру в жилом комплексе Ультра Сити, обратите свое внимание на прямоугольные здания, так как полукруглые из-за своей формы в них планировочное решение не очень практичны для жизни. Купил бы я здесь квартиру? Нет. Красивая обертка, за которой совсем другое лицо. Напишите в комментарии, понравился вам комплекс или нет, приобрели бы вы здесь квартиру, друзья, или нет, или может быть вы как раз сейчас в этот момент рассматриваете этот комплекс как один из вариантов для покупки недвижимости. Друзья, рад был вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк, подпишитесь на канал и поделитесь ссылкой на это видео. А я с вами, как обычно, не прощаюсь, а говорю до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok